Бюджет на 2021 и плановый период 2022-2023 года обсудили Одинцовские депутаты на очередном заседании Совета. В этом году доходы и расходы планируется увеличить более чем на 1 миллиард 830 миллионов рублей. Так увеличены расходы на финансовое обеспечение госгарантий в муниципальных и частных образовательных организациях на 413 миллионов рублей и на господдержку частных детских садов почти на 10 миллионов рублей. На организацию дополнительных маршрутов по подвозу учащихся города Звенигород с 1 сентября 2021 года 44 миллиона рублей. На содержание новых зданий Одинцовской школы номер 3 по улице Ракетчиков 26 миллионов рублей. Предусмотрены расходы на оборудование и мебель для нового ДК в поселке Горки-10, ремонт библиотек и культурно-спортивного досугового центра Ершовская, обустройство велодорожки от Новой Трехгорки до Парка Малевич и благоустройство самого парка. У нас Одинцовский городской округ, он находится, наверное, не то что первым в Московской области, а первым с большим отрывом до следующего второго по развитию парковых всех зон, территорий, всех связанных с рекреацией. И вот тот тренд, который задан в Московской области по преобразованию лесных территорий в парки, в избежание худшего, так скажем, мягко говоря, значит, это очень правильное, здоровое направление развития округа. О благоустройстве и развитии инфраструктуры округа депутатам рассказал Андрей Иванов. Он сообщил о начале реконструкции стадиона «Спартак», а также ходе реконструкции исторической части Звенигорода. Эти работы, подчеркнул глава, проводятся к 870-летию города. Также в округе обустроено 10 современных и безопасных детских игровых площадок по программе губернатора. Приводятся в порядок и парки. Так, в Подушкинском лесу у Новой Трехгорки обустраивается прогулочный маршрут, который соединит парки Мещерский и Малевича. В парке имени Лариса Лазутина идет благоустройство спортивных и прогулочных трасс в лесном массиве. Всего будет благоустроено 2,5 километра дорожек. Здесь также работы ведутся с 19 июля, и в сентябре мы должны с этой задачей справиться. Глава муниципалитета доложил о подготовке школ округа к 1 сентября. Реализация президентского проекта «Социальная газификация» рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и ходе вакцинации. На сегодняшний день в округе коечный фонд составляет 931 единицу. Почти половина из них свободны, а первым компонентом вакцины привито свыше 140 тысяч человек. Выполнение плана более 85%. Мы с вами приближаемся к целевому значению, но оно, подчеркну, еще не достигнуло, и поэтому угроза коронавируса у нас пока не уходит. Прослабляться нет смысла. Также в ходе заседания депутаты рассмотрели внесение дополнений в устав округа, ряд имущественных вопросов и другие важные темы. Наталья Кончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».